В Марпосаде сегодня наглядно показали, как надо выполнять программу по расселению из ветхого жилья в Новый год с новой квартирой. Такой подарок накануне праздников преподнесли 40 марпосадским семьям. Событие для людей долгожданное. Многие годы они проживали в бараках. Мы словно попали в сказку, преднаются сейчас новоселы. В гостях у них побывали мои коллеги. На праздник жителям Мариинского посада этот Дед Мороз приехал не с мешком подарков, а с ключами на подносе. Чтобы их новогодние мечты стали явью, строители работали с опережением графика. Этот дом возвели в рекордные сроки. Все сделано качественно, отмечают подрядчики. Для жителей, которые долгое время ютились в деревянных бараках, новостройка словно дворец. Все счастливые новоселы раньше проживали вот в таких домах. Условия далеки от идеальных. Протекающая кровля, прохудившиеся полы, все удобства на улице. После расселения жильцов подобные постройки сносят и на их месте возводят новое жилье. К дому подведены все коммуникации. Индивидуальное отопление, пластиковые окна. Вместо обоев на стенах пластиковые панели, которые не пропускают тепло. О таком и не мечтали, говорят жильцы. На торжественной церемонии некоторые просто плачут от счастья. Для нас это было неожиданно, потому что сын работает в следственном отделе, и он в аварийном доме жил. Давным-давно жил, конечно, несколько лет жил. И мы даже не понадеялись, сегодня даже обрадовались, потому что перед Новым годом для нас это такой праздник. Счастливы, что мы получили квартиру двухкомнатную. У нас двухкомнатная была, например, двухкомнатная. Мы и получили. У нас было 43,4, мы получили 50 квадратных метров. Побольше получили. Новоселье скоро справят и жильцы этого дома. Его построили также в рамках федеральной программы. Всего же в этом году из бараков удалось переселить 70 марпосадских семей. Заниматься этой проблемой столь масштабно в районе начали в прошлом году. Но ветхого жилья в старинном городе еще остается много. Еще 742 семьи стоят в очереди по этой программе. Город старинный, сами понимаете, и был немножко застой. Но, слава богу, сейчас немножко с места тронулись и активно участвуют. Потому что, чтобы участвовать в этой программе, нужно соответствовать, выполнять несколько параметров. Проблему с ветхим жильем в районе планируют решить в ближайшие годы. Вся надежда на федеральный бюджет. Строить новые дома марпосадские власти готовы. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.